Чистый четверг – это день, когда каждая хозяйка готовит главное лакомство светлого праздника – пасхальные куличи. Рецепты могут быть самыми разными, но, как отмечают в женском монастыре, главное – это готовить с любовью и чистыми помыслами. У нас есть несколько рецептов. Самый главный – все должно быть с любовью, с молитвой и самым свежим, домашним, самым качественным. Тогда пасочка будет удивительно вкусной. Тесто для будущих куличей ставят с самого утра, чтобы оно хорошо поднялось, а ближе к вечеру, прочитав необходимые молитвы, принимаются за выпечку. Примечательно, что печь пасхи нужно только в чисто убранном доме. Тесто должно хорошо взойти. Для этого необходим духовный настрой. Бабушки знают, что когда в квартире нехорошая атмосфера, когда кто-то начинает ругань, тесто может упасть. Оно не взойдет. К нему нужно относиться очень трепенно. Вот так же делаем это и мы. В женском свято-архангелом Михайловском монастыре выпекают до 10 тысяч пасхальных куличей. Настоятельница храма рассказывает, что весь процесс готовки занимает приблизительно две недели. Далее все лакомства раздаются малообеспеченным и нуждающимся. Потому что это и обездоленные, и малоимущие, и госпиталь военный, раненые, воины АТО. Тюрьма обязательно, в тюрьму в СИЗО мы также дарим куличи. Это приюты, это просто люди бедные, которые к нам обращаются, общественные организации. Мы, конечно же, пытаемся всем помочь в этом, но 10 тысяч пасхок мало для миллионного города. Особое место за праздничным столом занимают крашеные яйца, которые тоже можно назвать символом праздника. Примечательно, что у каждого региона можно проследить разнообразие орнаментов и символики крашенок. К слову, для этнографов остается загадкой стиль Одесской области, ведь у нас многонациональный регион. Впрочем, кое-что общее все же нашли. Но, конечно же, для Одессины, поскольку мы переважно занимались землеробством, это переважает рослинная символика, разнообразные изображения рослин. Хотя и геометричный орнамент, который символизирует символику засияного поля, например. Например, иногда можно увидеть, что с рушниками какие-то элементы орнаментов, ну, конечно, они похожи. Потому что вся эта орнаментальная символика, она будет повторяться, приятнее, будет очень похожей в рушниках, в вишиванках, килимах, писанках, в конце концов. Несмотря на разнообразие орнаментов крашенок, технология их окраса одна для всех. В женском монастыре рассказывают, что вываривать яйца в шелухе от лука – самый безопасный и действенный способ. Мы яйца красим, сюда у нас шелупыня от цибулины и немного краски, чтобы подать яркий, яскравый колор. Мы кипятим их 10 минут в этой краске, чтобы оно было красиво. Потом достаем их, да? Да, потом достаем и вот мы их мастим их в лейку, чтобы они красиво шли. Натираем маслом для того, чтобы краска не бралась на руки, чтобы яйцо было чистенькое, красивое, блестящее, яркое. Поэтому мы их натираем маслом. Впрочем, «Чистый четверг» – это не только начало выпечки пасхальных куличей, но и очищение души и тела. Согласно народным приметам, в «Чистый четверг» хозяйка обязательно затевает в доме генеральную уборку. Как будь-який перехід в народной культуре, он мог сопровождаться обрядовыми действиями очищения. А очищение происходило вогнем, водой и воздухом. И вот среди таких обрядов, которые были и которых уже почти нет, про них только помятают. Дуже рідко начинают отроджевать. Это был привычай полностью прибирать на подверье, подрезать дерева, гилки, на городе все. Выносить это за межи подверья перед воротами и палить богаття. В некоторых селах мне сказали, на Одессе, что когда я делала такие вогнища, сказали, что в этот день, в четверг вечера, греют ноги померлым пращурам. В старину в этот день купались в водоемах. Причем это нужно было успеть сделать до восхода солнца. Считается, что вода обладает целебными свойствами именно в ночь на чистый четверг. Люди верили, что вода смывает грехи, дает здоровье и приносит удачу на весь год. Кроме того, в этот день собирались большой компанией друзей, семьи и знакомых на качелях, чтобы укрепить узы. До наших дней традиция сохранилась, но слегка модернизировалась. Главное – разводиться какомога выше. Для чего? По-перше, это глубже очищение, а по-друге, або даже самое главное – показать всему тому, что в природе посеяно и мое вырости. Высоко поднимаясь над землей, показывали, как высоко мое вырости вражаемое будущее. Светлой, семейной, уютной Пасхи желают вам. Репортер.